Погнали! И наконец-таки сегодня начнем записывать то, с чем надо было начать запись. Это значит, игра за древнейшего, за Эльфион и, собственно, за ближнебойников плюс хилеров. Берем одного сатира, берем еще одного сатира и берем Зряду. Поехали. Поначалу сразу говорю, будем терпеть. Будем жестко терпеть. Так, в деф мы сейчас не встаем. Хреновое начало. Очень хреновое начало. Ну, ничего, вроде пока тянем. Как бы древнейший очень быстро разбревает этих всех друзей. Помните, в прошлом видео я говорил, что он не очень-то хорошо дерется? Ну, видимо, я наврал. Подзабыл просто. Так, хилиться не будем. Побережемся пока. Ну, виверн мы... Я думаю, что можно их просто уничтожать. Что-то он второй раз косит. Не, пока не будем бежать. Посмотрим вообще, что как. Ну, они немного по нему пробивают. Совсем ерунда. Ерунда. Ну, вроде пока ничего. Пока живем. Просто я очень давно эту связку не играл. Уже забыл. Ну, ничего. Очень даже ничего. Идем, хилимся. Ну, иди ж на, Роха. Да, замочим его так. Много урона ему наносим. Диада, по-моему, вообще не пробивает. Да, тут вампиризм. Двадцать жизней. Что это такое? Вот, можете посмотреть. Восемьдесят из шестидесяти. Это значит, что она при атаке себе двадцать жизней добавляет. Причем, не важно, сколько урона она нанесла. Как бы я так в коде прописал, что... Ну, иначе вампиризм получается бесполезный. То есть, если ты по всем прокосил, ничего не выпил, и тебя слили. А так, то есть, фиксировано... То есть, и слишком много ты не выпьешь. Как бы... Двадцатник самое то. И в случае чего, как бы, выживешь. Потом выровняется. Ну, потом увидите, как это работает. Так, погнали дальше. О, еще один едишнорох. Мы сегодня сокращаем количество едишнорохов в апостолах. Как бы изначально здесь был только один мир, который назывался Миро. А впоследствии, как бы, я решил, что здесь будет целая кавалькада миров всяких разных. То есть, несколько вселенных, галактик и всего прочего. То есть, большая космогония. Так, погнали. Дождемся, пока все эволюционируют. Сейчас мы можем слить. Да. Все-таки бежим. С этими тварями. Но с этими еще можем подраться. Почему же ты костишь-то все время? Ну, е-мое. Я об этом и говорю, что... О-о-о-о-о. О-о-о-о-о. Ага. Ну, ничего. Я не лечусь, потому что маны нету. И не восстанавливаю ее Потому что смысла никакого нет Ооо Сейчас сольется дядя Нет не сольется То есть видели Практически каждый свой ход Древнейший промазывал Молодец Молодец девочка Так постройки сначала надо Они поскольку бесплатные Я их сразу отщелкаю Потом возможно Они будут платные Или плата будет или за деньги Или за электричество Но это не суть Это уже надо будет потом по балансу смотреть Эволюционируем всеми Древнейший Здесь пикси воин Здесь пикси воин И здесь Муза Муза шабашит по всем Лечит всех То есть видите У нее 75 У этой самой Монашки там Больше было жизни 90 что ли Или 80 Ну не важно Ну а так у нее намного выше Так и мы берем Значит вторую Дриаду Паучки Помните мы с ними сражались С паучками То есть Муза уже может что-то противопоставить Паучкам Но все равно Слабая Погнали дальше Здесь змея А змея Ну змею мы сейчас Сейчас мы ее уработаем Эту змею Ну опять Мне почему-то кажется Что это какой-то баг Что Когда атакуешь первого По нему пропуск Чаще срабатывает Может я утрирую Может мне просто обидно На самом деле Дико обидно Я дико обидчивый Неадекватный Козлина Да что ж ты будешь делать Пикси войны Мне кажется Тоже достаточно часто Косят И вообще Ближнебойники Почему-то Хотя Кто знает Может я уже наговариваю На собственное творение Поехали Еще один бой И апнется О и дишнорог попался И опять по нему промах То есть Вот урон ему все равно Отразился Так О попали Сегодня мы реально Охота на едишнорогов Ладно Лечимся Фактически только древнейший Страдает Давайте попробуем Вольнуть кого-нибудь О Вот затупка Мы ни разу еще с ней встречались Затупка на самом деле Очень мощный противник Один из первых противников На нем Тестилось Как бы Очень много Практически все юниты Тестились на затупке Она по моему Под сотню урона Выбивает Очень Мерзкое создание Но у нее Точно 60 Или 70 Какая-то Низкая То есть Такой на тоненького Враг Ну а циклопоп Здесь конечно Лучше в деф Вставать Нам уже есть Кому урон наносить Но Все равно Он нас не прибьет Дешевле вылечится Чем Потом В замке Опа Взяли Отразили И прикончили Его Все равно Мы денежки Хорошо зарабатываем 99 172 200 Так То есть Как бы Вот этот Пикси Они Качаются Одновременно Но этот Почему-то Опыта Получает Больше Кто знает Может быть Он Брат Сценариста Тварь Тварь Они Какой-то Вообще Урон Не о чем Наносят Эти морские Гады Мелкие А вот Жирные Морские Гады Очень Хорошенько Могут Разобрать Помните Как нас Разбирали Надо Хилиться Не надо Хилиться Нет Пока Не будем Хилиться Вот Ящеры Эти Ящеры Достаточно Жирноватые Противники И тут Надо Все таки В деф Вставать На Хоренненько То есть Урон Все равно Ему Отражается Съемito Поставí Это А О Какие Звери Какие Монстры Молодой Дракон Просто Тонна Опыта Он Он сколько-то, то ли 15, то ли 20 урона наносит по всем. Он достаточно слабый, встречается он очень редко. Сложно его нарандомить, но если он встречается, значит он может встретиться и второй раз за эту игру. Будем фармить этого дракона. Едиш нарохов мы истребляли, так уж совпало. И драконов поистребляем тоже. Против него в деф вставать бесполезно, он массовый урон наносит. Ну да, урончик-то он приличный наносит. Но он достаточно сильно косит. Вот этот пиксер уже промахивается хрен знает сколько раз уже. Такой же косой, как древнейший, наверное. Если этот родственник сценариста, то этот родственник древнейшего. Смотрите, сколько опыта. Опа! То есть было больше 50 опыта. Эволюционируем. То есть видите, да, было 27 жизней эволюционируем. Стоит полный был. 210 стал 230. То есть эволюция, она как бы полностью схиливает и полностью ману восстанавливает. А этому еще копить и копить. Вот лесной эльф-воин это уже... Так, а что это я ушел-то? Гарнизон. Так, вот теперь то, чего не было. Идем на плац. Вот этого. Так. И берем лучника, наверное. Стрелка берем, потому что стрелок нужен. Так. Десяточку-то наносит уже заклинатель. Но фишка заклинателя это хил. 250 маны. Это совершенно дикое количество маны. Можно тут просто захиливать. Ну, то есть как бы оп, завозь циклопом. Мы уже... А так, и у нас уже этот друг. То есть, этого сначала. Здесь у нас однозначно будет пикси-лучник. Не стунер. Так, ну давайте с тролльхобами подеремся. Против них всегда нужно вставать в деф. Но мы не будем этого делать. То есть там как бы слили этого друга, но... Оп, сразу 45 в жизни у него. Все равно наплевать. Мы реснемся. Ничегошеньки они нам не сделают. Как бы скоро она апнется. Можно ману ее не жалеть. Вообще у этих заклинателей. И выше, да, у эльфов, хилеров. Они скорее хилеры, чем атакеры. Нет, они проатаковать могут там повыше. У них там ветка сумасшедшая какая-то. Гораздо больше, чем у кастлингов. Но они именно для хила. Не для атаки. Хотя волшебниц... Сегодня хочется их волшебницами назвать. Кастелянки всякие, монашки. И они жилые. Они и хилеры тоже. Они и хилить могут. Вот сможем ли мы паразитов вольнуть? Вот это вопрос. Вот это уже плохо. Более громохвост он шабашит по всем. О, да. Вот этот, конечно. Вот этот чертов громохвост мог всех слить. Ну, кроме вот этого эльфа. Девять. Два. Круто. Так, и нападаем, чтобы похилиться. Да, как бы так. Нападаем, чтобы похилиться. А, вот так. То есть это уже такая тактика достаточно мощная, чтобы напасть и сразу похилиться. Надо было и эволюционировать. Ну, ладно. Теперь это плевать. Вообще, если проще в человека играть, то этих надо было сразу сюда уже переставлять. Но пока нет режима человека в этом человека, поэтому ставлю как мне нравится. Так, снова заклинатель. И берем, берем пикси-ручника, который стреляет два раза. Уверяем, не забыл я никого нанять. Нет, не забыл. Так, идем качаться дальше. Что у нас тут? Вот им уже надо по 750, этим по 700. Но мы достаточно неплохо сбриваем уже все, что здесь присутствует. Кроме паразитов этих, проклятых. Получается, рыжая лиска, она тоже. По всем шабашей. То есть только плевун. А рыжая лиска и громохвост, они шарашат совсем. Так, пещерный голем. Это глюк. У него нет картинки. Поэтому он берет картинку последнего врага. И много опыта достаточно за него дают. Опять морские гады. На следующий ход похилим все. То есть маны тратятся с всего ничего, а ахилл идет совершенно дикий. Вот с морскими гадами-воинами справились мы, интересно. Ну, какой прокос был сумасшедший совершенно. И этих тоже все. Пока сили. Потихоньку-потихоньку опыт мы набираем. Так, древнейший уже апается. Так, соответственно, берем еще одного стрелка. О, опять эти. Что же мне так везет-то сегодня на скотину? У тебя орешки против этих паразитов. О! Коль повезло их слить. Шикарно апается сразу. Павлун. Павлун. О, вот он, Церберон. Как бы, если есть есть керберы, маленькие таких, четыре, а Церберон один. Против него тоже бесполезно в деф вставать. У него массовый урон. из-за него тоже приличный опыт дают. Вот 50 опыта этому дали другому. Так, пикселучник должен уже эволюционировать. вот как бы оркус. Вот как бы оркус. Вот, по-моему, оркус уже два раза... Не-не-не-не-не, не вру. Он и так два раза стреляет. Это раньше было так, что только оркус мог два раза стрелять. Сейчас все два раз стреляют Это я уже Предаюсь воспоминаниям Оркус уже много урона наносит Можно попробовать сюда пойти Нет, девочки, не сегодня Когда-нибудь мы с вами Вольнем, Азрудов Но явно Да что же вы такое-то Что вы такое Да вы издеваетесь что ли Если у меня были бы очки, я бы весь ход слил На них Ладно, давайте с шардами попробуем, подеремся Так, мне слили эльфа верхнего Надо иметь все ввиду Ух, как мерзко Понятно, да, почему эти подруги стоят в первом ряду Потому что если бы они стояли здесь То эти бы не походили А так они пришли в сознание И теперь ходят Древнейший уже 1100 1100 1100 Опыта ему осталось Денег уже Балмасов 2371 Он быстрее всех Как бы этот билд Опыт зарабатывает Пойдемте эволюционировать Так, давайте эволюционируем Сперва Волшебника Это разный вид У этой платьицы Длиннее И два хвостика На самом деле Уже давным-давно Готовые нормальные арты Просто их никак не отсканировать Не обработать Обидно сейчас было Что урона ушло в никуда Промах по обоям По обоям По обеим Обоям Черт его знает По ящерам, короче Вот минетчики Вот смогу ли я вальнуть Трех минетчиков Не вставая в деф Вот мне это самому интересно Замочу ли я заход Хотя бы одного минетчика В теории могу Ну что же ты Нет, а так бы замочил Пока рано его Пресать Ну давай Не прокоси О, хорошо Когда надо, короче Пожалуйста Особенно обидно Когда стрелки косит Так, пойдем Похилимся Так, эволюция есть какая-нибудь Да Снова Вот лесной Эльфрыцарь Так, лесной Эльфрыцарь здесь Уже Спокойно можно Так, гарнизон Так, это еще нет Вот не знаю Завалил бы я Лося бы таким составом Я думаю, что завалил бы Лося уже Уже бы завалил, но Надо опнуть этого До волшебника И этого До лесного Эльфа-лучника Вот лесной Эльф-лучник Он просто уже Плюс уже Анальная кара Небесная и земная С троллями не будем драться Там баг Я не знаю, когда я его поправлю С этими тоже не будем драться Да что же вы издеваетесь Надо мной Давайте мне кого-нибудь другого Сегодня Азруды просто Жаждут с нами Битвы Потому что знают Что они нас выиграют Давайте опять С минетчиками Подеремся 101 урона Очень неплохо Так Давайте Ну почему вы косите По минетчику По такому жирному уроду Как по нему можно Прокосить-то я не понимаю Тут уже можно И пикси будет стрелять Уже в этом минетчике То есть Древнейший Все равно урон возвращает Даже если в деф не встает Честно говоря Я подзабыл об этом Продолжение следует... Но вот здесь Все равно придется в деф вставать Все равно будем здесь в дефе стоять Потому что слишком уж они жесткие Ребята Кочевники Это можно уже убить Эволюция Так и ждем когда это тапнется Как бы орку скачается достаточно быстро На самом деле На его уровне 650 опыта Это не так много То есть у этих можно посадить Как этих 1500 То есть это нереальное какое-то количество Но на самом деле Реально их прокачать дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну давайте с ковбоями подеремся ты сраный ковбой ты сраный ковбой все сраный ковбой отъехал главное было вот этих стрелков завалить остальное уже ерунда сраный ковбой то мощный так а я видимо промахнулся так надо метать или икры валить какой-то заговоренный дает блин надо было раньше выканировать так скоро у нас уже апнется орку нам надо оркуса апнуть и можно идти валить плася выстрел полетел все с тем немножечко осталось ох чертовы азруды они может правда попробовать с ними подраться чисто теоретически иные вам показать я по-моему уже где-то азрудов то валил у этих твари еще и броня сейчас поехали бах 43 бах 78 вернулся жесть у этого два хп осталось мы сейчас завалик его нет не завалил но Везло. Неужели мы выдержим? Нет, надо бить. Уже одна точно сливается, а вот эта я не знаю. Это заговорённая какая-то. По ней... А нет, два брома только подряд. О, вот вам, вот вам. Вы не видите, я неприличный жест вам показываю. Отлично. Ну, приличненько опыта отсыпали. Как раз лесного эльфа лучника. Поехали. Сейчас, по идее, они должны перестать попадаться. Мы их разочек вальнули, они сейчас зассут. За сут попадаться-то. Ну, лесной эльф лучник это просто уже тоже нарезатор. У него два раза по 70, по 80. То есть, 160 урона у него получается. В среднем. Тут, конечно, прилично ещё. А, заодно эликсир и маны покажу, что такое. В следующем бою. Нам надо вот этого друга докачать до лесного эльфа лучника. Но, в принципе, можно уже идти на лося. Без хила, без нихрена. Встаём в деф. Давай, заболел отлично. Пам-пам-пам, ничего не сделал. Ну, вот я и говорил. Здесь уже можно ударить. Тоже ничего. как дать постоим так само венгисара слили и последний лось папам парампампам выводили босса вы можете продолжить игру ли выйти в меню ну собственно продолжать игру мы не будем в этом видео я вам так и не показал как эликсиры топить покажу в следующем даже не знаю о чем будет следующее видео ладно короче с вами был козел альпийский всем пока